Онкология – проблема сусветного масштаба. Рост колькости захворывания отзначается во всех краинах, причем связывать их только с наступствами Чарнобыльской катастрофы Нельга. Например, у Витебской области динамика горшая, чем на Гомельщине. Царот причин специалисты называют генетичные отхиления и неправильное харчование. Количество заболеваний растет. За последние 10 лет заболеваемость увеличилась около 20%. Это общая мировая тенденция в связи с постарением населения, а онкологические заболевания зачастую удел более возрастного населения. Поэтому и растет онкологическая заболеваемость в целом, как и в Гомельской области, в Республике Беларусь, так и во всем мире. Папередний компьютерный томограф онкологичным диспансеры працевал с 2009 года, а лео 2018-м зламался. С уликом того, что без томографии у онкологии не обойстись, а пациентов отправляли на обследование у иншой установы, что створило широк проблем. Выращаться, и они начали после взвороты до керовника державы подчас великой размобы с президентом. Родные хворых поскарделися на неозручности и попросили до помоги. Увы, некуда на обыцё нового томографа з республиканского бюджету было выдатковано больше, как 850 тысяч рублей. Звыше 500 тысяч на подрыхтовку специализованного кабинета выделено с областного бюджета. Это рентгенологичное обсталявание. При его эксплуатации продовлеживаются максимальные меры безопасности для пациентов и медиков. При этом новый томограф полностью отправляет потребам установы. Для онкологической клиники этого аппарата более чем достаточно. У нас стоят такие задачи, которые не могут стоять, например, в кардиодиспансере, где нужно исследовать сердце, которое постоянно движется, и в движении мы должны получить неподвижную картинку. То есть там действительно нужны какие-то высокосрезовые компьютерные томографы с большим количеством срезов. 320, например. У нас 80-срезовая машина, это тоже быстрая машина. Для нашей клиники это прекрасный аппарат. Новый томограф дозволит больше эффективно выявлять анкозахворование на ранних стадиях, что у 95% выпадков приводит до выздоровления. У целом, что день можно обследовать больше, как 20 человек, что дозволить установе не только працевать без ауралов, а и оказывать послуги на платной основе. До речи, у опошний час медики выказывают пропанову об метанакерованным обследовании работников за кошт-продприемства, але пакуль гатая идея не знайшла подтрымки. Что тычется старого аппарата, то после ремонта яго так сама будут выкаристовывать для подрыхтовки пациентов до промянёвой терапии. Алексин Тюроу, Сергей Негаревич, Валерий Гапанько, Телерадиокампания Гомель.